Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Ну давайте похлопаем мне вместе. Спасибо большое, что мне уже подошли, сказали комплименты, что видели меня в Москве на презентации. Вот теперь здесь видите меня. Я все та же самая, только становлюсь лучшим, а уже красивее. Кто хочет становиться лучшим, а уже красивее? Руки поднимайте. Выше, выше, руки. Смотрите, мне мои внуки говорят, ну и белевая же у меня бабушка. Это нормально, нормально, что мы можем идти вперед, что мы не сдаримся, что мы не скулим такое правительство, какая пенсия. Морковка подорожала, слышали? А понимаете, вот я как-то даже этого не заметила. Я заметила другое. Я полетела в Сочи и в Адлине встречалась с Оксаной Смирновой. Очень приятная была встреча. Оксана у нас с третьего посидели в кафе. Девочки, девочки, мальчики, за год миллионер долларовый. За год долларовый миллионер. И это не фикция, это факт, это деньги в кармане. Это три квартиры в Красной Поляне. Там цены покруче Москвы, в Красной Поляне, это наша Казиновская организация, в Адлере. И простая, доступная. Я поехала и узнала, в чем же секрет Оксаны Смирновой. Вы знаете, в чем секрет? Вот поднимите руку, кто привел сюда одного человека. Молодцы. А теперь встаньте, кто привел в зад двоих человек. Новых. Новых. Встаньте, раз, встала. Люда. Я пять. А, вот вставайте. Кто пять, пожалуйста? Вот, пожалуйста, пять. Давайте поаплодируем этим людям. Я не просто так это говорю. Я когда приехала в Сочи, в Адлере, подошла к Оксане, и говорю, Оксана, в чем секрет твоего успеха? Я тоже в сети не новичок, давно уже здесь работаю. Я хорошо заработала. Я заработала больше, чем за 26 лет во всех других маркетингах. Хотя я везде была приятна к директорам. Многие меня знают. КФС, Матрицы. Никогда не бегаю по компании. Четко выбираю свой путь и иду по нему. Но я столько денег не зарабатываю. Спасибо. Молодец. Телефончик погромче сделайте. И заберем. А, ну это у предводителя имеем право. Начальник всегда прав. Если начальник не прав, смотрим пункт. Итак. О чем я говорю? Один гаг. Один гаг. Так вот секрет. Меня зовут Людмила Шевченко. Директор «Две звезды». Пока. Скоро буду три. Пока две звезды. Что я спросила у Оксаны. В чем секрет твоего успеха? И вы знаете, что я услышала в ответ? У меня сто лично приглашенных. Это факт, который сказала Оксана. Я надеюсь, она нас слушает. Смотрит. Я ей передаю пламенный привет. И так сто лично приглашенных. Я такого еще не сделала. Поэтому я директор «Две звезды», а не президент «Две звезды». Господа, но здесь, реально, в нашей стране, в нашем коллективе. Поднимите руку, кто структура Оксаны Смирновой. Параллельная структура. Отлично, молодцы. Давайте друг другу поаплодируем. Сильнее, сильнее, Копыч. У вас, господа. У вас Оксана Смирнова, у нас Сергей Качерин, наш предводитель. Оба президенты «Две звезды». И есть общий спонсор «Антони». И он на сцене показывает. Это наш общий спонсор. Мы просто «Две звезды». И мы как братья и сестры. Это нормально. Итак, господа. Более ста лично приглашенных. Я к этому стремлюсь. И когда мне говорят, а, спонсор не помогает. Господа, спонсор, вот он на сцене. Он нам помогает поговорить, объяснить, рассказать. А мы что, ждем, что спонсор во множке будет строить? Говорит, нет такого. И не будет. Мы вообще находимся в нетлокинг-бизнесе. Вот у нас в России принято сетевики. Это котолки, баночки, втюхиваем, гербалай. Я начинала с гербалай. Я ему благодарна. Там были шикарные школы. Они меня научили. Я была как-то в Лондоне на экстраваганте в каком-то вахматом году. И меня поразила выступает одна бабушка. Ну, я-то была, угадая. Все-таки 26 лет назад. А она со сцены говорит. Я, говорит, живу 4 дня на своем острове в неделю. А 3 дня я работаю. И я тогда, в 90-каком-то году, подумала, я тоже так хочу. И ведь, господа, у нас есть возможность, да, действительно, так жить. В наше великолепное коронавирусное время. Двигаться вперед и жить хорошо. Еще раз говорю, кто не видел Оксану Смирнову, откройте видео, посмотрите. Живая. Миллионер. Подпольный. Подпольный. Что дальше я хочу сказать? Я хочу сказать, что нам круто повезло, что у нас спонсором является уникальный человек. Вот мы все с вами расисты, а спонсор нашей редки Сергей Качели это западный нетворкинг-бизнесмен. На Западе, вот я как-то была в итальянской компании, там вообще женщины не работают, там одни мужчины в зале. Это большой, дорогой, финансово обеспеченный бизнес, нетворкинг. А у нас сети, сети. Понимаете, мы просто по-английски еще плохо говорим. Ну, кто хочет научиться? Итак, нетворкинг. У него огромный опыт сетевой работы. Он знает, как двигаться вперед. Он знает, куда идти. Он напрямую общается с нашим руководством шведским. А вы знаете, все говорят по-английски. Наш Сергей Качели, совершенностый владеет по-английски, он 22 года прожил в Англии. И это человек, который всегда, в любую минуту времени, ночи, днем, когда угодно, сможет нам помочь. Вот такой у нас спонсор. Ну, вот смотрите, мы живем все в коронавирусное время, и мне идут постоянно в день, два, три раза предложения в другие компании. Мне предлагают. Я говорю, зачем? Вот ты вложи. Я говорю, мне что, делать нечего? Свои заработанные деньги отдать какому-то дяде? Пять тысяч долларов. Вы понимаете? Если у меня дочь работает на 30 тысяч. Пять тысяч долларов, такая сумма. И люди несут. И они верят какому-то дяде Васе, Пете, который только что вышел из детского садика. Господа, я всегда говорю про нашу компанию. Посмотрите на сцену. Миллионеры. Йоханстай и Фон Хольштейн – это миллионер. Все наши президенты, все, кто возглавляет эту компанию, они уже имеют деньги в кармане. Они не вышли из народа и не пришли из водопроводчика. Я не просто так говорю. Господа, если кто-то хочет работать в других компаниях, у нас свобода выбора. Дверь находится вот там. Поэтому кто работает в других компаниях и наберет здесь рассказывать про свои компании, я попрошу просто покинуть эту главу. Итак, мы продолжим про нашего ненаглядного Сергея Качевина. Это наш спонсор, президент две звезды, человек, за которым мы, как за каменной стеной. И Оксана Смирнова всегда ему звонит и тоже советуется. Господа, берите пример нашего дорогого ненаглядного спонсора Сергея Качевина. Аплодисменты. 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 Спасибо. И огромное, что вы мне делали за эти годы для меня и для вы все, наверное. Поэтому кто первый раз здесь? Вообще первый раз. Спасибо. Кто у вас... Я вообще не знаю, зачем он сюда привел. Руку поднимите, пожалуйста. Кто из вас, чтобы приехать сюда, сделал, ну, скажем, 10 километров? Руки поднимите или встаньте? 10 километров. Для того добраться. Добрать. Кто добрался? 10 километров. Ну, встаньте, встаньте. 10 километров. И больше. 10 километров, и больше. Мы все. Встаньте, встаньте, встаньте. Ну, что, встаньте, встаньте? Горятку поб zooming встаньте? Да? Ну, теперь все ли те, у кого 20 километров? Меньше 20 километров. Теперь все ли те, у кого меньше 50 километров? Теперь все ли те, у кого меньше 100 километров? Теперь все... Ох, вот это да, да. А, 200? А, 300? Так, действительно здорово. Москва, 700? Друзья, а тут вас так много. Откуда? Сергий Посад. Грозный. Грозный, Саламалей. Откуда? Москва, Сочи. Москва, молодцы. Давайте им поаплодируем. Им поаплодируем за то, что они, несмотря на такую хорошую погоду, дикую, классную, снежную, они сюда приехали для того, чтобы посмотреть на ненаглядного, который здесь стоит. Хотя на него можно было бы смотреть очень легко, вот по компьютеру, не вот так-то. И, ну, чтобы вас не разочаровать, чтобы все-таки было что-то поинтереснее, чем то, что мы видим на экране, и то, о чем я говорю весьма серьезно, вообще презентацию я могу сделать за минут 7, 8, макс. И, к примеру, где меня служит Роберт Геосадик, с которым я познакомился на GoPro, который сделал презентацию свою на большой, там было 8,5 тысяч человек. И все ждали, когда он сейчас, как скажет, там, на час, там, все, всех обучит. Ну, где-то минут 20. Он вышел на сцену, показал графики и сказал, если вы это не видите, мне не о чем, не о чем вам говорить. Все. То есть, я вас не буду, а, зазывать куда-то, б, я вас не буду призывать к тому, что вы обязательно должны вступить в краудфан. Я вам покажу факты. Если эти факты вас не удовлетворят, то, значит, вы не в том зале, вы сюда пришли, и вы идете дальше своей дорогой. Если то, что я вам покажу, мои коллеги вам покажут, будет для вас интересно, то, соответственно, вы присоединяетесь к нашим организациям, к нашей организации, и дальше мы идем рука об руку, потому что туда, куда мы попали, это океан. Я не говорю, что океан реальный, но людской, если мы посмотрим. То есть, в принципе, когда я начинал, когда мы начинали, нас было около 14 тысяч человек. И когда я начинал, русскоговорящий был только один. Это я. И первое время, до прихода структур хабилов, моего уважаемого, вообще русскоговорящих было очень мало. Потом как-то все пошло, 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 и нас уже не так много, как бы хотелось, но мы есть. Потому что от нас уже пошло и Грозный, в Азию, и в Африку, и в Америку, где только нас нет. И сейчас нас уже практически 25 миллионов человек. Слабить это не будет. Я могу показать, что пользовался, у меня есть ночь каунтинг, ночь каунтинг, там написано, я не проигрался у меня с утра, но позавчера было 24 миллиона, 700, что-то, тысяч, в общем, почему же там? 25 миллионов. И по сути, то, о чем мы должны говорить сейчас, мы должны говорить о том, что привлекло эти 25 миллионов человек, плюс, и каждый день привлекло все больше и больше, к этой организации, к этому бизнесу, который на самом деле, ну, не называется «Краудван». «Краудван» – это организация, «Краудван», продающая организация, людей, сообщество. А бизнес называется гораздо интереснее. Это онлайн-бизнес, который переворачивает с головы на ноги то, что было перевернуто. То есть, это бизнес, который позволяет нам немножко по-другому сгибнуть на то, что происходит вокруг. И посмотреть на то, как мы зарабатываем деньги, что мы делаем, не может до другого ракурса. Ну, подойдет теория, что вот все, что сейчас есть, и все, что сейчас данность, это хорошо и это будет вечно. Ситуации «А почему это вечно?» «А почему вечен?» «А почему вечен Google?» «А почему вечен YouTube?» «Ничто не бывает вечным, потому что до Facebook Google и YouTube ничего не было. Ничего не было. Но сейчас ситуация изменилась. Кто слышал такое грозное слово в свое время, как «Битхойн»? Кто слышал, когда он был по двенадцать рублей, ну, шесть рублей, да? Да, и кто купил по шесть рублей? Да, и кто, я вот рассуждаю немножко сам с собой, да, и сауну перед собой и думаю, вот, когда-то запустили «Битхойн», и все говорили, что это пирамида, и что это скоро грохнется, и что это все накроет нас медным тазом, и что все это плохо, и как вы не понимаете, и, кстати, я был под таким воздействием, что, ну да, интересно, тема интересная, ну, на самом деле, когда мне предлагали купить по 700, я заинтересовался, я как-то так, да, а потом насобили интересные времена, да, «Битхойн» что сделал? Вышел на сколько? 20 тысяч, стоп, стоп, 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч, потом он очень резко грохнулся, под вам фарой, грохнулся, что люди кричали, вот, наступил момент истины, и вы правы, это кто говорит? Негодюще, правильно? Что происходит сейчас? Мы открываем чат, и что мы видим? Те, кто слил, купил биткоины по 20, по 3 или по 5 на сегодняшний день кусают локти, так же, как тот человек, который купил пиццу за 25 тысяч биткоин. Понимаете? Все в мире относительно, и есть очень хорошее крипто-слово, называется «ходл». Это такое искаженное «hold», «держать», «держаться». Также и в бизнесе, для того, чтобы освоить перспективы какие-то большие или красивые, надо уметь держаться, надо уметь делать, надо уметь понимать, что ты делаешь, и надо уметь адекватно передавать информацию, не вводя других людей в заблуждение. Это же он будет честно, порядочно и точно. Правильно? А иначе зачем это? Я знаю сетевиков, я сам этим был, который, и даже если почитать книгу «Арикавори», «Семжи Голка» стать успешным, да, в маркетинге, там он вначале писал, когда он упаков, воровал там, «шилищника», грубо говоря, да, вот. И потом он понял, что сетевой бизнес – это бизнес прежде всего, бизнес сетевой. Бизнес какой? Бизнес сетевой. Что такое сетевой бизнес? Мы создаем сети. Что эти сети могут делать? Решать какие-то вопросы. А теперь, чтобы было развлечение от ненаглядного меня, мы перейдем, ну, к такой вот приятной вещи. Ну, посмотрим, просто я вам покажу и расскажу. А к слайде мы вернемся. Нет вообще не очень. К слайде мы вернемся. Но они есть и есть. Это заставочка, да? Сейчас мы вернемся в такую штучку и нажмем на кнопочку. И вот я смогу сделать ангелин, собственно, что-то не получится. Так. Презентация. Спасибо. К сожалению, у нас техника должна брать фантастики, мы сейчас СПЛ сделаем отсюда. О! Всё, отлично. Вот это нам. Вот. И теперь мы посмотрим. Привет. Как идёт бизнес? Привет. Бизнес идеально. Спасибо. Привет. Я директор этой компании, и мы занимаемся распространением программного обеспечения. Мы предоставим вам широкий спектр инструментов, которые позволят вам стать бизнесменом. Мы поможем вам в цене своим местом в жизни, вы этого достойны. Не упустите возможность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 я не буду крутить, потому что надо подходить. Помните, там написано миллионят? Вот там есть игры, в которые вы можете играть, по-моему, до сих пор еще можете играть, на марте. И если вы поучаствуете в этих... Вот так. Если вы поучаствуете в этих играх, то у вас есть шанс выиграть 1 миллион пастерийских долларов. Выиграть. Раппл. Приз. Причем первый розыск уже состоялся. Розыск очень простой. Выбирается просто из всех вас, из всех нас. Три человека. И три человека в эфире, в прямом эфире. Они разыгрывают в комнате, значит, вместе с открытым... Ну, как мы сейчас делаем, через YouTube, там только студия. И конвертики висят. Они выбирают три конверта. И если выпадают три мордочки вот этого классного лисенка, то они получают миллион. К сожалению, или к счастью, я думаю, к счастью, пока три мордочки не выпало, но те, кто, у кого выпало, там было две мордочки, одна мордочка, получили очень классные призы. Очень классные. Просто почему? Потому что не каждый день, я не знаю, по сколько времени, там, минута, две, три, пять, десять, час, два, они просто играли, выиграли. Просто заходили и играли. И просто попали. Вот у нас партнер из Любина структуры у Любы. Простая женщина, откуда она, кстати? Не знаю, что она. Простая женщина, Татьяна, она просто попала и просто выиграла. Ну, так вот, сложились звезды. Плюс, значит, соответственно, мы это все перепродаем. Что мы имеем? То есть, понятно, а деньги-то где, да? Ну, классная игра, классная, все классно. А деньги где, да? Ну, за горизонтный вопрос. А деньги-то где? Шоу мне маме? Окей, реально шоу я маме. Теперь возьму вот этот магический карандаш. Магические новые карандаши? Да, да. А можно их магические открыть? Ну, точно. Одно все есть. Итак, я вам сейчас покажу верхушку айсберга. То есть, есть у айсберга, есть верхушка, есть вниз. Правильно? Есть стороны медали. Теперь я вам еще покажу еще дальше направление. В конце, после того, как мой партнер и даст вам информацию о других деньгах, я вам покажу только верхушку. Дальше, вот здесь, это называется все маркетинг. Вот здесь это называется партнерский маркетинг. Кто знает, что такое партнерский маркетинг? Почти все. Ну, слава богу. Ну, партнерский маркетинг называется аффилитингом. А вообще-то это комиссия за продажу. Кэшбэк. Бро, кэшбэк все знают. Ну, то же самое. Что мы имеем с гуся, помимо жира? Да? Мы имеем от продаж, от своей прибыли 15%. Я говорю 15%. Я не могу нарисовать большую 15%. Но я лучше скажу. Итак, мы имеем 15%. То есть, если я, не будущее, партнером Крауд2 сделаю продажу. Кому-то его понравится. Мы купили. Все. Я получу от этой продажи, от прибыли, которую получает наша компания. А сейчас мы получаем от Emerge Gaming 38%. И дальше, что мне нравится. Заходите на сайт Emerge Gaming. Заходите в выход явления. И там полная отчетность по миксеру. Полная, до копеечки. Сколько продано, каких, когда и во сколько. И надо сказать, контракт с Emerge Gaming у нас был следующим порядком. Мы продаем 100 тысяч подписок в течение 6 месяцев. Мы это сделали за месяц. Мы их продаем. За месяц. И сумма, которая в начальном контракте стояла, у меня вот сохранился, 33-33-78%. Потому что Emerge Gaming берет на себя призы и так далее, и так далее. Миллион долларов и прочее. Сейчас состоит 38%. А дальше интереснее. А дальше есть сделано премиальный маркетинг. Чем больше мы сделаем продаж, тем больше будет расти вот эта сумма. Сейчас нам 38%, она может дойти до 80%. Тогда, когда у нас будет 700 тысяч. Миллион. 700 тысяч по контракту. Я, ну, документы, можете посмотреть. Чисто контракты, ничего такого другого. Там все написано, расписано. Есть премиальный маркетинг. Когда у нас будет, а, на самом деле, уже где-то порядка 150-170, возможно, да? По-моему, 180 тысяч. Я сегодня не посмотрел эту статистику. Но, когда у нас будет чуть больше, мы получаем 50%, 60%, 70%. Чем больше? Мы продали больше. Ну, это логично, да? До 80%. Что происходит дальше? А дальше, значит, вы, так понятно, что вы делаете продажи, вы получаете 15% вот этого. Да? Вот продажи. А вот дальше самое интересное. Здесь вот это продажи. Здесь существует 15%, а здесь существует 25%. Что такое 25%? Это со всего мира. Где бы люди не покупали подписки, деньги идут вот в этот пол. Они туда идут, 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 идут. И каждый месяц, начиная со следующего, мы получаем вот у меня есть подписка. Независимо от того, являюсь я членом краудан, я имею одну долю от этого пола. То есть, деньги стекаются, делимся на количество долей, значит, одна доля будет стоить столько-то, да? И я ее получу. И буду получать е-же-ме-ся-чно. Понятно, да? Далее. Если я, не будучи членом сетевого маркетинга, продал десять подписок, у меня будет уже десять плюс одна, равно один сетевый. Нормально? Если я продал сто подписок, сто один, тысяча, тысяча, нет. И я каждый месяц буду получать эти доли, пока моя подписка активна. Понятно? Угу. То есть, сделал хорошо, получил десять, получил десять. Нормально? Жить можно? И без всякого сетевого маркетинга. Вообще. Нормально? Погреть потом. Вопросы потом в конце. Далее. А вот возникает вопрос. А куда девается шестьдесят процентов? Куда девается шестьдесят процентов? Куда они идут? Тут начинается еще более вкусная вещь. Вкусная аппетитная, классная, которую мы получаем ежемесячно, ежеквартально. И Люба вам расскажет об этом во второй части нашего мероприятия. Интересно уже, да? Окей. Итак. Меня спрашивают иногда люди, которые далеки от сетевого, чем ты занимаешься? Я говорю, я продаю онлайн-совты, в общем, биксер, у нас платформы есть игровая. Вот это что такое? Как там? Вау. А что это такое? Да вот платформы, там можно поиграть, можно в турнирах поучаствовать. Вот недавно солитер был. Солитер, помните? Кто-то выиграл там какой-то рюкзак или еще что-то. Нормально, нормально. Далее у нас есть определенные планы. И вот планы какие? Вот это для молодежи это все туфта. Честно. Для мглового поколения, то что я сейчас показываю. Хотя бриллиант выиграть это не туфта, на самом деле. Поиграйте. Ка. Выиграйте. Ка. Вот. Если выиграете, бриллиант у вас нормально, можете маме подарить. Вот. Ведь девушки любимые. Вот. А дальше следующее. Это миксер, это просто часть айсберга, да? Просто называется миксер мобайл. То есть мы имеем сейчас первый этап миксер мобайл. И это хорошо. Кто был в советском спорте, помнит систему развития спортсменов, да? Под школ, через дюж, там дальше, дальше, через институты и дальше, дальше. Рост. То есть мы видим вектор. Рисуем. Первый этап. Что же будет вторым этапом? Я думаю, это в марте будет анонсировано. Открыто. Мы сейчас едем в Дубай, в конце месяца нам об этом расскажут. У нас там подписка не вы, не разглашение. Не вы есть. Правда, не разглашение, поэтому мы вряд ли что-то скажем. На публике. Подсознательно. Может быть. Президент по две звезды сходится никуда неизвестно куда. Известно куда в следующей компании. Что будет интересно. Но тем не менее, значит, второй этап называется миксер плюс. Вот это интересно молодому поколению. Почему? Здесь облачные игры. И вот здесь как раз Microsoft. Вот здесь как раз он и играет. Что такое облачные игры? Все знают, да? Сейчас я ушли в облако. То есть железо, которое у вас надо играть, скажу молодежи, там всякие джойстики, прочее, да, вот этот компьютер большой. Не надо. Это все не надо. Вот телефон. У вас это и консоль, и это и игровая. То есть вы играете где хотите, с кем хотите, когда хотите. В турнирах, не в турнирах. Без разницы. Это круто. И это еще не все. Третий этап, который меня очень интересует. Третий. А третий этап в конце этого года это и спорт. Или тревольно-русский киберспорт. Вы знаете сколько профессиональных киберспортсменов в России примерно? Кто его знает? Тысячи. Много. Чуть больше одной тысячи человек. Почему? Ну вот такой вопрос акроментальный. Почему у нас, помните, как не развивается футбол, да? Или там еще что-то. А потому что нет притока молодых сет. Социального лифта нет. Вот это похоже на социальный лифт, да, для играющих. То есть иначе из чего-то. Они создают свои команды, они на этом зарабатывают. И не могут создавать свои игровые структуры. Это нормально же, в принципе. На том, что они любят, это не продажи. Это то, что они любят. Если вы тратите деньги в игровых клубах. Час, там, стату, там, 500 рублей в хороших клубах, прокачанных, да? А здесь можно все делать. А сейчас, может, кто-то здесь сидит и играет в микс. Я не удивлюсь. Потому что ее турнир заканчивается через час. Реально. Это опыта. То есть все, что вы играете, там, допустим, Астасин крутит The Call of Duty и так далее, да, вот такие вот вещи. Серьезные, да? Это сюда. А вот сюда уже в миксере, ну, я так думаю по логике, будет проводить свои турниры, где будут серьезные деньги. Очень не то, что… Вот мы сейчас будем проводить турнир с нашей командой, с которой мы это озвучим. Для всех могут присоединяться и наши партнеры из других структур. Мы будем проводить турнир по кибербаскетболу. Совместно с АССА, с Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга и Федерацией криптоспорта Санкт-Петербурга. Ничего звучит, да? То есть какая-то сетевая компания. Непонятно. Какие-то вообще… А вот такие вещи будут. Интересно же, правильно? Интересно жить вам по-другому. Опять же, у нас возраст, я так понимаю, за 40 в основном. Но у вас же есть внуки, дети, и вы их нифига не понимаете. И вообще не понимаете. Почему? Потому что у них свой мир. И они уходят вот сюда. Почему? Потому что ваш, наш мир, да? Он им мало интересен. У них свой мир. Свое развитие. И чтобы туда попасть, в этот мир, надо их понять и показать им под контролем, да? Потому что это все нормально. 6+, без всяких проблем, да? Плюс показать им развитие, куда это можно. Сейчас ситуация на киберспортивом рынке следующая. Если ты хорошо играешь, играй сам, да? Если где-то тебя найдут, вычислить, а ты попадешь… Вот сейчас команда «Зенит», сам Евгур баскетбольный набирает себе в команду NBA 2K21, а набирает себе спортсменов. Контакт. Киберспортсменов. Лучше. А мы сделаем лучше. Мы прокачаем эту структуру и сделаем лучше, чем у нас, когда придет уже. Этап третий. У нас будут свои команды. Именно. Таня, Оля, Вася, третий. В которых мы менеджеры. Нам не обязательно играть. Мы менеджером. Правильно? Просто. Давайте возьмемся. Тогда вы будете понимать. То есть вы понимаете поколение растущего, понимаете, что такое. И на сегодняшний день тот же рынок киберспорта на западе. Это огромный. Это уже больше одного миллиарда денег рекламы туда входит. У нас всего 800 миллионов дежекодных бюджетов. 800 миллионов рублей. Нормально, да? А игр продано было. Я не помню статистику за прошлый год. Я думаю там гораздо больше. Но в девятнадцатом году было игр продано 725 миллионов долларов. Онлайн. И вот я вам насчет Макрософта и говорю. Да Макрософт, значит, наша компания и Микстер являются площадкой для обкатки. Ух ты. Мальчик, ничего? Тут, говорят, пять минут выключается. Для них мы являемся площадкой для обкатки любых игр. Также Микстер может являться площадкой для обкатки игр тех, кто их производит. Помните мы еще начинали с третьих стран мира, да? Мы начинали технологии, которые для того, чтобы дойти до рынка, они должны найти венчурных капиталистов, инвестиций. И они, в конце концов, должны продать за бесценок свое, то, что они разработали, просто продать. И заработать им ничего, а вот кто купит, тот и заработает все деньги. Это вот жизнь такая, да? И вот эта система наша, это вот, мы разбираем Микстер сейчас, да? Мы можем сказать о любом из наших направлений, которые у нас есть. Понимаете? любое. Та же схема. Схема та же. Просто, ну мне ближе, допустим, киберспорт, игры. С этим разобрались, да? Как играть? Кто еще, у кого нет подписки в Микстер, кто это не знает, обратитесь к человеку, который вас сегодня привил, он покажет, как все делается, и вы можете просто купить подписку на месяц, на полгода и год. Стоит она 69 евро на год. В принципе, вполне резонная сумма. На полгода 38 и на месяц 750. Может быть за месяц вывезли при ряду. Далее. Дальше мы опять смотрим кино. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дискнут co Ssusgio Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь мы с вами поговорим о той штуке, которая пока не доступна в нашей стране. Ее сейчас мы сделаем так, чтобы было доступно. Секундочку. О, здесь Манилы, это наш первый игрок. Очень интересно. Сейчас я кручу пен, да, есть и пен. И мы... А, секундочку, я даже в другую сторону. Видите, как сложно сейчас в современной жизни жить. Возьмем Колумбию. Возьмем Колумбию. Я просто вам показываю, это пока еще у нас нет. Но это уже есть те страны, которые есть. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Так. Колумбия, колумбия. А, есть еще. А, вот так, окей. Сейчас все загрузится. Значит, Колумбия далеко, сигнал слабый. Так что, нужно загружаться. Итак, что такое эпик Ватон? Вот кто-нибудь слышал о системной лотереи? Можете все включить? В принципе. Сейчас это прогружается, пока все. Кто-нибудь слышал о Powerball, Евромиллион, Мегамиллион, Лотто, Америка, и так далее? Слышали, да, наверное? Вот и окей. Это азартная игра. То есть, если вы играете, я не играю в азартных играх, мы играли в спор-квато, значит, вы и азартный игрок. Вот это то же самое. Значит, что это такое? Эпик Ватон? Там очень интересный девиз. То есть, грубо говоря, можно понять, так, мы продаем лотерейные беремы. Да? И все. И зачем мне это надо? Чего я говорю? Деньги свои тренируются. Зачем мне это? Вот, может, выиграю, может, нет. А теперь смотрим на такую историю. Так, в Колумбии у нас не очень хочется загружаться. Ну, ладно, не важно. Самое, не очень важно. Черт. Да, в голове то, что мы в России. Итак, есть понятие джекпот. Знаете, да? Да. Джекпот. И он составляет на сегодняшний день евро-миллион, 210 миллионов. Сейчас вот. Раз. Евро-миллион. 210 миллионов. Вперед 210 миллионов. Какой шанс у одного человека выиграть джекпот? Не делай. Примерно. Идеи. Почесть? Идем на 100 миллионов. На миллион. Да, на 100. 100 миллионов близко. Один к 100 миллионам близко. Я когда был в Англии, я интересовался, там, своими печатами на билетах, на Нейчем Лотере, сколько, какой шанс одного человека выиграть? Один к 75 миллионам. Потом это убрали. Потому что это бугатель. Они честно играют. Но, тем не менее, значит, 100 миллионов примерно. Значит, если вы купите билеты, то ваш шанс проиграть, да, практически 100%. А теперь скажите мне, а какой шанс у 100 миллионов человек выиграть? Джекпот. Да? Один. А джекпот – это вот только начало. 210 миллионов. Это может быть и 700. По-моему, самый большой джекпот был, по-моему, 758 миллионов. Пауэлл. Что происходит? Далее. Вот, допустим, нас играет наше сообщество. Это называется системная лотерея. Мы же сбрасывались когда-то, да, в билетике? Или сейчас сбрасываемся? Кто сбрасывался? Поднимите руки. Вместе дружно. О, честно, да? Сбросились, выиграли, поделили на всех. Та же самая история. Играем вместе и выигрываем вместе. Что происходит? Джекпот. Допустим, Таня выиграла джекпот. Дай Бог тебе счастья. Молодец. Она получает 50% джекпота. Что происходит дальше? Остальные 50% идут тем, кто участвовал в этом розыгрыше. Справедливо? Справедливо. Люди получают хорошие деньги. Потратят 1 евро, 2 евро и 4 евро. Что происходит дальше? Соответственно, джекпот поделим. А где деньги-то опять? Вопрос. Выиграете? Вопрос, да? Где деньги? Деньги-то наши где? Если мы не играем. Переворачиваем страничку. Еще одну страничку. И смотрим сюда. С продажей билетов мы имеем свою долю. Каждый билет проданный имеет долю продавца. Обычно около 50%. Ну, там подоговоренность. Соответственно, из этой доли 15% дает тому, кто пригласил играющего, грубо говоря, да? 25% идет в общий пол, а 60% это расскажет Люба, как делится. Вот здесь. То есть схема та же самая. Понимаете? Мы скажем, а что с того? Вот мы сейчас не можем зайти, загрузить, да? Вот Калумбия нам не дает прогрузить имиджер. Ну, и просто не будет, чтобы есть в ВПН, в Индии, еще что-то. Грузии, то есть в Монголии, то есть в Монголии, которые уже играют, да? Они уже играют, играющие. То есть у нас уже есть играющие. Независимо от того, играем мы или нет, вот наша доля 60%, о которой расскажет Люба. Она уже учтена. То есть мы, являясь членами этого сообщества, мы имеем свою долю реальный пассивный доход. Сколько в мире играющих? Ну, так, не буду вас вопросами мучить, потому что многие знают, около трех миллиардов человек. Играющих около трех миллиардов человек. Соответственно, это огромный контингент, кто там в азартные играют, кто в социальные играют, просто играющие. Это огромная клиентская база, с которой можно работать. Дальше. С этим мы разобрались. А, а это потом. Это после того, как расскажешь Люба, 60%. Окей, сейчас переходим на колумбу, убираем. Нас подвела колумбия сегодня. Обычно наркобороны не подводят. Вот, но не подвела. Так, это я еще вам рассказал. Вот, покажу, наверное, вот этот слайд. Сейчас мы вернемся немножко к презентации. Такой формат не скучный? Нет, нормально. Нет, нормально. Уже сильно как-то, но это нормально. Итак, вот это наши контракторы. О чем я говорю? Микстер, Трибьют, Афилл Гоу, Этикла Тодда. Соответственно, у нас есть свой журнал онлайн, оффлайн, кто тоже является продуктами. Об этом я вам не говорил. Это Live Trends. Это платформа, ну, кто знает, World Ventures или Incruzis и так далее. Это платформа, где скидки на путешествия различные. То есть Live Trends – это агрегатор скидок, грубо говоря. Американская компания, с которой мы тоже работаем. Но так как сейчас пандемия, к сожалению, этот субъект я пока отодвинул. Я его не рассматриваю. Хотя он интересен. Вот сейчас я едем в Дубай, кстати, посмотрел по Live Trends. Цены на те отели, которые нам более нужны, очень хорошие. Очень хорошие. И мы с этого тоже зарабатываем. Опять же, 15-25 тех, кто участвует. Необходимо участие. А вот 60 – это вам скажут. Вот мне проще, как хорошо. Итак, далее. По миксу я уже сказал. Сейчас мы это все уберем. А вот, интересно, слайд. То есть вы продали 100 подписок, у вас есть 100 клиентов. И в месяц получают 86 евро. Просто пассиво. На хлеб хватит? 86 евро просто на хлеб. Просто вы кому-то предоставили условия, в общем-то, поиграть, оттянуться. Со смыслом, да? Не просто тупо там, что-то на кнопки участвовать, в турнирах там участвовать. У нас же есть комьюнити, да? То есть сообщества, которые там не собираются, ну там, онлайн, они там что-то рассуждают. У нас есть видеоконференции, стримы, да? И скоро будет шикарный ивент у нас, киберспортивный. Даже интересно. Согласитесь. Может, вам интересно, детям, может, вам интересно. Это точно. И вот, при продаже. Собственно, что вы получаете по этой пассиве 86 евро и 8 клиентов, ваша подписка оплачена ежемесячно. Эти плату мы прошли. Окей. Теперь мы переходим ко второй части Морализованского балета. И я прошу, мы даем сейчас сколько времени? Время? 15.05. 15.05. Значит, даю 5 минут, да? Да. 5 минут, 5 минут, мы начнем точно через 5 минут. Нас много, давайте 10. Давайте 10 минут, перерыв. Кому это не, так, не торопитесь, кому все это не интересно, значит, вы можете, так сказать, не тратить дальше свое время, потому что там дальше будет разговор о других деньгах, о маркетинговых деньгах, поэтому можете пойти домой. Спасибо вам за то, что вы пришли.